Поселок Атамановка, многоквартирный, дом номер 14 по улице Гагарина. Износ крыши дома давно достиг апогея. Что она есть, что ее нет. И вот хорошая новость, крыши будут ремонтировать. Радости не было предела, пока не начались ремонтные работы. Нас как разобрали, я не знаю, когда, наверное, с августа месяца как разобрали нам крышу, вот дождь был, нас залило очень сильно. Просто не. И ничего, утеплителем нас закрыли, потому что без утеплителя было ужасно. У нас была температура 16 градусов, у соседей 12 градусов, у нас дети маленькие. И сейчас хоть утеплителем покрыли, хоть теплее стало в квартире. А вот то, что вот эту крышу саму не делают, так и все, стоит на месте. Я не знаю, что они там делают. Они могут уже два месяца второй подъезд закрыть. Стало просто холоднее. Вот они приоткрыли крышу у нас немножко. И в эту ночь мы прямо призамерзли. Прямо призамерзли. Прямо оттуда холод даже какой-то шел. Говорят, что тут даже потолки стали леденеть. Это правда? Ну нет, до леденения у нас пока не дошло. Может быть, у кого-то там. А у нас еще не совсем открыли крышу. Может быть, еще нет такого леденения. Холод в квартирах – итог того, что прежде из-за вскрытой крыши жители дома топили. Весь пятый этаж первого подъезда просто утонул. Подрядчик вину признал и взялся полностью ремонтировать квартиры пятого этажа первого подъезда. Второй подъезд остался не у дел. По экспертизе не его вина. А вам не обещают ремонт? Ремонт? Квартиры? Нет, конечно. Вы что, у нас и проводка все погорела. У нас в двух комнатах света нет. И ничего не обещают. То есть кому-то они делают, а вам не делают, да? Я не знаю, кому-то делают ремонт, кому-то сделали. Только что мы были на пятом этаже женщины. Им сделали ремонт? Они на мировую пришли и им делают ремонт полностью? Нет, не знаю. Приходил ко мне македонский, посмотрел. Они же мне крышу пробили. Еще крышу пробили? Да. Делали вентиляцию, пробили крышу. И вот на пятой неделе только мне заделали эту дырку. Она просто была заткнута мешком. Ничего. Он сказал, хорошо, мы вам замажем. А насчет ремонта никто ничего не говорил. Проверка работ 10 октября выявила отсутствие покрытия на случай осадков и нарушения технологий. Новая стяжка уже в трещинах. Листы жести отлетели при первом ветре. Не прокрашена конструкция вентиляционной трубы. Все описали, посмотрели. Сказали, что контролируют их. Связывает это с тем, что рабочих у него не хватает. Рабочих не хватает и он не знает, где взять этих рабочих. Также прислали мне письмо, которое было адресовано директору подрядной организации македонскому, где говорилось, что на 18 октября они задержали уже сдачу дома на 36 дней, кажется. Их оштрафовали и требуют увеличить количество работников до 10 человек, потому что на момент проверки было 5 человек, хотя мы там 2-3 человека видим от силы. Нам тоже удалось увидеть всего двух человек. Жители пишут во все инстанции, собирают информацию, даже проводят что-то вроде расследования. Ведь за ремонт платить им. Причем счета по капремонту вырастут почти два раза. Сколько реально это стоимость? За установку этой крыши 8 миллионов с копейками. А плата это мы будем платить. Теперь мы доплачиваем по проценту? Да, будем доплачивать мы, но там по определенной сумме каждый месяц. Ну так где-то по подсчетам до 1946 года будем рассчитываться по этой сумме. Но 8 миллионов, я не знаю, реальная эта цифра или нереальная за крышу. Потому что нам показывали как бы смету, показывали одну смету, там было кое-что написано. А потом показали другую, там уже некоторых пунктов уже не было. А деньги, сумма та же самая. Просто в смете, вот я помню, вот эти вот плиты, которые торчат, там написано было замена подоконников. Я спрашиваю, что это за подоконники, какие? Мне сказали, что вот это вот менять будут. Но как видите, ни одной плиты из так называемых этих подоконников не заменено. У подрядчика ремонта кровли на Гагарина-14 несколько объектов. На одном из них, в Чите, на Анохина-4, нам удалось поговорить с директором. Зашли в самые дожди и чтобы минимизировать ущерб жителям, делаем кусками. То есть кусками делали, и, соответственно, кусок вскрыли, залили, закрыли, чтобы не топило их. Была проверка и по вашим работам, да, где рекомендовано было увеличить количество работок до 10, рабочих до 10 человек. Мы там были, там всего два человека. Два человека там никогда не было. Рабочих там всегда было 6. Сейчас мы увеличили, потому что мы можем вскрывать спокойно дальше, штурмовать работу. Уже сезон дождей закончился. А когда дожди шли, там смысла не было. 10 человек что-нибудь там делать. Директор пообещал закончить работы до конца ноября. При бетонировании стяжки использовать специальные присадки для работ при низких температурах и устранить все недостатки. Руководство фонда капитального ремонта не видит оснований для растражения контракта. Только санкции за затянутые сроки. Есть реестр недобросовестных поставщиков. Да, он теоретически может попасть в этот реестр. Но нарушение сроков это нарушение договорных условий, по которому предусмотрена ответственность в виде начисления штрафных санкций пеня. Да, можно будет в реестр, если ФАС подтвердит, что данный подрядчик недобросовестность. Да, добросовестность и недобросовестность. Говорить пока рано. Подрядчик добросовестно выполняет свои обязанности. Я думаю, что об этом говорит преждевременно. Тем более, такое решение принимаю все-таки не я, а федеральная антимонопольная служба.